Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Гудли, вашим миграционным консультантом из города Сан-Диего, штата Калифорния. Сегодня я вас знакомлю с хорошими новостями, которые у нас происходят в миграционном мире. Наряду с тем, что у нас происходит очень много также и негативных новостей, у нас есть еще и хорошие новости. И давайте я вас ознакомлю, прежде чем ознакомлю, еще раз напоминаю о том, что этот канал к ознакомлению только. То, как вы будете использовать эту информацию под вашу ответственность. Значит, давайте начнем. USCIS, если вы помните, они объявили о том, что 3 августа 2020 года они запланировали отпустить в отпуск без содержания 13 400 своих работников. К счастью, они подтвердили 24 июля о том, что это они перенесли на 30 августа 2020 года. Это как бы очень хорошая новость, потому что у Конгресса будет достаточно времени рассмотреть все это. И я очень надеюсь, что они получат те деньги, которые они запрашивают. И я надеюсь, что до 30 августа это все будет рассмотрено и в ваших делах не будет происходить задержки. Потому что, как вы понимаете, если это произойдет, естественно, будут очень большие задержки документов и будут рассмотрения документов. И, естественно, будет время ожидания намного дольше, чем это было. И если также помните, я недавно снимала видео, которое мне пришлось снять, потому что кое-кто, я знаю, кто это пожаловался. И поэтому я хочу сказать, что мне написали, что я нагнетаю истерию в связи с тем, что все это происходит, что якобы они сами победители и находятся в ожидании. И я даю неправильную информацию и все остальное. И чтобы там было PPS, не гоните волну. Я вам хочу сказать, что если вам не нравится моя информация, не заходите, пожалуйста. Не заходите на мой канал, направьте свои паруса против моего канала. И я вам подгоню пургу, и пусть несет вас на другие берега. Что вы тут делаете? И если вы помните, то я говорила о том, что USCIS, они заканчивают свой год в плюсе, но также ожидается, естественно, у них ожидается дефицит в бюджете, потому что подача документов упала на 60%. Почему это упало? Потому что, во-первых, в первую очередь прокламация. Прокламация, она сейчас... По прокламации не все могут въехать, и, естественно, сократился поток всех этих иммигрантов. И, естественно, значит, многие люди не приехали и не продолжили свои иммиграционные бенефиты, которые должны были пройти. И также вот я заметила, что очень-очень много людей думают, что USCIS закрыт, и они не принимают документы. Вот, к сожалению, вот такая идет дезинформация. И также в том видео я говорила о том, что два сенатора, они написали письмо в USCIS, чтобы они не отправляли своих работников, потому что это будет иметь плохие последствия не только для семей этих работников, но также и для страны в целом. Ну, я так думаю, что, наверное, они прислушались к этим обращениям. Я очень рада за тех 13 400 работников, которые должны были уйти в этот отпуск без содержания. И я очень надеюсь, что к тому времени все это решится. Вот такая у нас хорошая новость по отношению, то есть по увольнению работников USCIS. Теперь переходим на вторую новость. Вторая новость – это, значит, коллективный иск, о котором я говорила со стороны Эйла. И здесь, если вы помните, я говорила о том, что американцы Ассоциация иммиграционных адвокатов, они подали коллективный иск на эту прокламацию. И вот здесь они пишут, значит, это я нахожусь на веб-сайте Брита Саймона. Значит, этот иск составляет 100 страниц, и там 23 ИСа, и 7 из них, они являются победителями ДВИ, лотереи. Значит, если получается, что здесь вот Брит Саймон объясняет, что если они выиграют процесс, то это коснется всех. Не только вот этих ИСов, но это коснется всех. Потому что, наверное, вы многие знаете, что было очень много подано исков на эту прокламацию частных адвокатов только на тех ИСов, которые там заполнили. А вот этот же иск коллективный, он является как бы, если они выиграют, то это поможет очень многим. Я не знаю про все детали, но я бы сказала, что я очень надеюсь, что те, кто выиграл, смогут приехать. Но когда я слушала Брита Саймона, он сказал, что, к сожалению, это не поможет всем победителям, потому что не успеют. И 30 сентября не смогут перенести так же. Поэтому я не знаю, как это, что будет. Значит, Диви, то есть победители Диви, вот тут перечислены, это Фатима Бушати, Джоди Карпес, Шиям Коирала, Фарангис Курбонова, Аджакин Тех, Ивунду Колден и Ая Накамура. Значит, это вот эти ИСы, они относятся к Диви-лотерее. И если я иду на сам документ, на этот иск поданный, вот здесь номер 15 начинается описание тех ИСов, которые подали. Значит, вот здесь первый это истец Назив Алам, он является обладателем грин-карта в Нью-Йорке, и он спонсировал свою жену в Бангладеш, но из-за этой прокламации, к сожалению, он не может воссоединиться со своей женой. Дальше идёт истец Кармен Лигия Пиментел, тоже является обладателем грин-карты, и она спонсировала своего мужа в Доминикане, и тоже, к сожалению, не может воссоединиться. И также идёт следующий Хуан Карлос Росарио Леброн, он тоже является обладателем грин-карты, он в Массачусетсе живёт, он воссоединяется со своими детьми 12-17 лет, и также из-за этой прокламации он не может воссоединиться. Дальше идёт Дэниэл Чибунду Нванкво, он является гражданином США, который проживает в Хьюстоне, и он спонсировал своего отца в Нигерии, и он также из-за этой прокламации не может воссоединиться. Как мы видим в этом иске не только про Диви-Лотарию, но здесь также и про... Это, значит, здесь они затронули и обладатели грин-карты, и граждан США, которые не могут воссоединиться со своими родителями, и также там есть организации, которые привозят медицинских работников, если я не ошибаюсь. Вот. Если вам будет интересно, вы можете сами зайти посмотреть, я обязательно приложу эти ссылки. Пока новостей на эту тему нет. Я смотрю, если будут какие-то новости по этой теме, я обязательно сниму видео на эту тему, но хорошая новость в том, что подан иск. Я очень надеюсь, что они... В суде иск подан в Columbia District. Да, они подали в Columbia District. Я очень надеюсь, что будет решено в пользу всех тех, кто сейчас находится в ожидании. Значит, следующая новость, о которой я хочу рассказать, значит, это то, что travelstate.gov, вы все знаете, что у нас новости, касающиеся иммиграционных виз, мы обычно всегда смотрим у них на веб-сайте, на travelstate.gov, и здесь они, значит, объявили о том, что иммиграционные визы ограничиваются сроком действия медицинской проверки. Вы все знаете, что прежде чем получить иммиграционную визу, вы должны пройти через медицинскую проверку, которая действительно всего на 6 месяцев. И, значит, они говорят, что центры по контролю и профилактике заболеваний, значит, они одобрили продление вот этих всех медицинских справок на 1 месяц, но при условии, что они были проведены с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года. К примеру, да, вы, например, проходили свое интервью в начале февраля, а ваша, значит, медицина ваша была сделана в конце января, скорее всего, и, значит, у вас есть до конца июля время для того, чтобы получить вашу визу и въехать. И если по каким-то причинам вам выдали визу, но вы не смогли воспользоваться своей визой именно, если ваша медицина была пройдена с 1 января 2020 года по 30 июня, значит, вы можете, вы можете, они говорят, связаться с консульством и дать им знать. И также они говорят, что если вы не смогли выехать по этой визе или же прошли медицину, но не получили визу, то вы должны обратиться в отдел иммиграционных виз в посольство или в консульство вашей страны, который выдал эту визу или же рассматривает на данный момент вашу эту визу. И вот здесь очень важно, они говорят, что если по каким-то причинам вы не можете выехать в течение этого данного вам продленного одного месяца, то лучше, говорит, подождите и определитесь, когда вы можете выехать и потом уже запрашивайте это. Потому что если вы, например, сейчас пошли и им говорите, окей, моя виза истекла, например, там 15 июля, и я хочу, чтобы вы мне дали. И у вас остается с момента, да, остается 30 дней. Если вы понимаете, что по каким-то причинам вы не сможете въехать, лучше подождите и потом уже обращайтесь. Потому что сейчас, к сожалению, дороги опять закрылись. Очень много моих знакомых, которым билеты уже отменили по 2-3 раза. Поэтому сначала для себя узнайте, что на самом деле вы сможете выехать, а потом только запрашивайте вот этот extension, продление. Еще раз повторюсь, что могут запросить те, кто проходил свою медицину с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года. Вот такие у нас, друзья, новости. Но это уже хорошие новости. Я, конечно, понимаю, что в данном случае вот этот extension поможет не всем, но, по крайней мере, это поможет некоторым людям. И если у меня будут новости, я с вами обязательно поделюсь. И также хочу напомнить о своих услугах, что если вам нужна помощь в подаче, в заполнении миграционных форм, пожалуйста, обращайтесь ко мне. И я буду больше чем рада помочь. Я уже помогаю очень многим. Кстати, хочу немножечко рассказать вам про DV-2020, документы которых я подавала здесь, в США. Значит, очень много людей, которые приехали сюда и не уехали, не смогли уехать. Некоторые из них решили пройти adjustment of status здесь, в США. И недавно со мной также связывалась пара, которые успели прям въехать. И они тоже подали на DV-2020. Также я подала на DV-2020 тех документов, тех людей, кто находился в ожидании своего политического убежища. И они также выиграли лотерею. Ну, держим кулачки, молимся Всевышнему, чтобы у них все было хорошо, документы приняты. И некоторым из них уже написали, что fingerprints were applied, потому что они уже проходили свои отпечатки пальцев, когда подавали документы на ПУ. А те, кто только приехал, они сейчас находятся в ожидании своих, в ожидании получения писем на отпечатки пальцев. Потому что Нью-Йорк открылся 20 июля и 27 июля открываются другие центры, которые будут делать отпечатки пальцев. Вот у нас сегодня такие новости, друзья. Если у меня будет что-то еще, я с вами обязательно поделюсь. С вами была Зара. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все получили свои долгожданные визы, и чтобы вы смогли въехать в Соединенные Штаты Америки. Всего доброго. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok